Завтра в День Защитника Отечества любить свою родину и жертвовать ради нее своими интересами, если надо, самой жизнью основа патриотизма. Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан юные казанцы станут полноправными гражданами нашей страны. Как это будет, узнаем нашего утреннего гостя Павла Краснова, научного сотрудника отдела музейных образовательных программ. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Что это за проект «Я гражданин России»? Расскажите нам, пожалуйста. Минтатарстан-Баласе. Минтатарстан-Баласе, все верно. Проект действительно носит очень серьезный характер, я бы сказал. Он у нас проводится с декабря 2013 года. Ну, известно, что указом президента Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным был 2014 год объявлен годом культуры. Ну, разумеется, культурные учреждения начали заблаговременно к этому празднику готовиться. Да. И в том числе, конечно, это коснулось и нас. И мы уже с 2013 года, с декабря, проводим данный проект совместно с Управлением Миграционной Федеральной Службы Республики Татарстан. Я гражданин России, Минтатарстан-Баласа, как вы правильно сказали. Я так понимаю, что в этот день вручаются паспорта. Абсолютно верно. Кто будет вручать в этот раз? Конечно. Мы каждое наше мероприятие стараемся приурочить к какой-либо юбилейной дате, к календарному празднику. И, как мы все понимаем, завтра у нас этот праздник наступает, 23 февраля. Да. И сегодня в рамках этого праздника паспорта юным гражданам будет вручать Михаил Валерьевич Черепанов. Это заведующий музей-мемориалом Великой Отечественной войны, что очень символично к Дню защитника Отечества. Конечно, да. Кроме торжественного вручения паспортов, планируется ли посещение какой-то тематической экспозиции? Обязательно. То есть у нас экспозиция насыщена экспонатами. И мы детей вводим как по древней истории Татарстана, где археологами нашими было найдено большее количество экспонатов именно на территории Поволжья, я бы сказал. То есть они знакомятся действительно с историей нашего края, потому что музей краевический у нас. Также мы их ведем по тематической обзорной экскурсии 18 века. Это уже связано с прибытием в Казанскую губернию Екатерины II, Петра I. Собственно, с Петра I начинается та самая история паспорта, фактически. То есть история паспорта действительно. Вот вы принесли что-то с собой, расскажите, пожалуйста, что это, покажите. Ну, хочется сказать, что у нас музей очень богат документальными и письменными источниками. И иногда даже мы, допустим, даже в 2013 году, когда у нас первый раз данный проект проводился, мы создали своеобразную выставку документальных и письменных источников, куда и включались паспорт. То есть это паспорт? Паспорт. Это паспортная книжка аж 1908 года. Вот как! Ты зрели. Больше ста лет, получается, этой книжке. Совершенно верно, да. Можно даже некоторые моменты зачитать. Бессрочная паспортная книжка была. Ректором Императорского Казанского университета 1908 года, мая. Любовь Григорьевна Горяева получила эту паспортную книжку в 1908 году, в мае. Ректор Императорского Казанского университета. Это ныне наш... Да, да, федеральный университет. Федеральный университет, всё верно. По структуре я вот смотрел, изучал внимательно этот паспорт. Он, конечно, разнится с нынешним. Очень интересные тут можно заметить эпизоды. Например? Главное, фонты нет. Фотографии, да, ещё не было, да. Но зато есть вероисповедание. А-а-а. Вот как он. Вот здесь она была записана, аж на второй страничке. Затем документы, на основании которых выдана паспортная книжка. Это прошение мужа, прошение мужа формулярного списка о службе. А-а-а. То есть я хотел о чём сказать. Раньше, скажем так, в старинном формате паспортов у замужних женщин паспорта не всегда были. Это разрешалось только с согласием мужа. Вот такой тоже интересный. То есть я даю тебе право, ну, так и быть, женщина, иди получи паспорт. Да. Такое вот неравноправие, патриархат своего рода. Да, да, да. Рост, цвет волос, особые приметы также имелись. Вот в паспорте можно заметить. Вот что. Так что очень даже ценный. То есть один из этих экземпляров можно будет увидеть на выставке. Да, конечно. На музей, да? Естественно, если. Приходите к нам в гости. Отлично, замечательно. Спасибо вам большое. Конечно же, я как и женщина хочу вас, Павел, поздравить с наступающим праздником. Всего вам самого замечательного. Пусть у вас всё складывается просто отлично в этой жизни. И спасибо, что с утра пораньше пришли к нам в студию. Огромное спасибо. Спасибо вам большое.